Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем обозревать моды к Скайриму и первый же наш мод это Рассвет Городов Скайрима. Как вы видите сейчас на ваших экранах я обхожу новый Вайтран. То есть собственно он не новый, просто появилась куча косметических добавлений, пара лавочек, цветочков, там различного оформления, везде подобавлялось. Город можно сказать расцвел. Это действительно так, потому что ну вот эта вот вся красота, она добавляет все-таки живизны самому городу, даже вот эти вот улочки они уже не такие мертвые как были ранее. Соответственно вот так выглядит Вайтран уже днем. Эти изменения коснулись абсолютно всех городов Скайрима. И это довольно приятно, потому что вот собственно последствия гражданской войны оно не ликвидирует в таких городах как Солитюд, Вайтран и Виндхельм. Но тем не менее вот города преобразились, стали более ярче, более красивыми. Давайте-ка еще посмотрим наверное. Собственно Виндхельм. Рыночная площадь его преобразилась немножечко, добавились вот эти лоточки, повозка, появились оградки. Все стало заметно красивее. Это на самом деле очень хорошо, потому что давно я не видел модов, которые вот качественно изменяют ванильный Скайрим. Не добавляют что-то свое, что-то новое, а вот именно качественно его изменяют. Изменения к сожалению коснулись только вот больших городов, не были затронуты не такие вот поселения как Ривервуд и остальные. Но собственно большое количество вот этих вот флажков и прочего. Что я не помню, чтобы Нейч был. Ну вот теперь он тут есть наверняка. Предозобники появились. Этого однозначно не было ранее. Вот так Виндхельм выглядит при свете дня. То есть я решил показать вот такой вот контраст, чтобы вы увидели и в ночи, и днем. Ну соответственно все очень круто выглядит, что днем, что ночью. Было добавлено большое количество именно экстерьера. А если считать город именно закрытой, собственно, зоной. То даже интерьера. Но принято считать, что все-таки интерьер это внутреннее. Это собственно мебель в здании и все остальное. Ну вот собственно лавочники. Все, оно работает. Мод также совместим с большими дополнениями, типа Даунгарда и Драгонборна. Соответственно поэтому тут и появился, соответственно, Нейч, эти флажки. То есть фонарики. С Вороньей скалы. Это именно оттуда. Вредозобники тоже оттуда. Это как-то так. Надо еще заглянуть в квартал с домом Авентуса. Хотя нет, вроде ничего не поменялось. Особо. Трущобы. Все по-прежнему. Второй мод это Амидиан Борн Скайфордж. Соответственно, это большой ретекстур всего ванильного вооружения и всей ванильной брони. Текстуры по весу отличаются не сильно. При этом, вот оригинальные текстуры ванильного Скайрима становятся куда лучше и куда детализированнее. Все выглядит заметно красивее. Также, если вы используете какие-то моды, что используют, в свою очередь, оригинальные текстуры Скайрима, такие вот, например, как Расширенная Кузница, то они будут изменяться при этом. Больше всего мне нравится вот именно сталь. Потому что сталь стала выглядеть действительно как сталь, а не как пластмасса. А модовые. И, к тому же, автор, наверное, самый больше корпел именно вот над стальным вооружением. Потому что вот эти вот все узоры, они просто придают такой изюминке игре, что... Ну, офигеть. Я использую мод Расширенная Кузница. Поэтому не удивляйтесь, что... Вот такие странные виды оружия у меня есть. Я его обозревал, можете посмотреть. У меня на канале. Мод под названием Расширенная Кузница. Ну, давайте посмотрим еще. Двеймерская. Если тебе что-то пришлось на душе, только скажи, я тебе сделаю скидку. Не нужно. Я заплачу так же, как и все. Ну, не сильно изменилось, но текстурки явно стали поярче. Также вот эльфийская броня, я поставил именно черный для текстур, потому что мне она больше нравится. Желтый цвет вызывает какое-то отвращение, по крайней мере у меня. Урчая броня тоже очень красивая стала. Стала более ярче, более узорчатая. Заклепки, вот эти вот все зарисовки на ней. Это охеренно. Ну, давайте посмотрим еще абонит. Абонитовое оружие практически не изменилось, но, по крайней мере, на мой взгляд. Ну, соответственно, броня стала потемнее, и вот именно вид этого черного металла мне нравится намного больше, чем в оригинальном Скориме. Да и перчатки стали, как вы видите, куда более детализированными, и, на мой взгляд, куда красивее. Продаю и покупаю самые разные товары. Лучший выбор во всем вентильный. Ну и последний из модов на сегодня, это броня зловещего соловья. А мы находимся в лабиринте они. Собственно, это усыпальница драконьих масок, как вы знаете. И вот здесь вот теперь появляется браукер, который и хранит, соответственно, доспехи зловещего соловья. Это легкая броня, подходящая на данный момент только к мужским персонажам. Она зачарована, как оригинальный соловей. Но, как я посмотрю на перчатках, заклинание, то есть зачарование слабее. Потому что у меня 25% соловей. Для тех, кто не знает, где это место, я покажу, пожалуй, на карте. Вот, собственно, лабиринтиан. Ориентиром пускай вам будет Морфол. И, наверное, лагерь Тихих Лун. Потому что из ближайших второй Рекстеда далеко. Доселить Юда тоже. Вот от Морфола недалеко, в принципе. Ну, вот так вот выглядит, собственно, сам доспех. Фекстуры высокого качества. Мы можем даже рассмотреть. Вот небольшие надщербленные на наплечниках, плюс кольчужку сплетенную. Великолепно сделанная маска с такими заклепками, как видите, это довольно хороший ретекстур брони именно соловья, но она тут представлена отдельной броней. Эти вот металлические вставки, точнее, стальные, очень красиво, я думаю, впишутся в, собственно, в лор игры. По-моему, очень замечательная броня, подходящая персонажам, опирающимся на ловкость, на скорость, да и вообще для фанатов соловьиной брони она протачивается, но и вот единственный нюанс, что пока, к сожалению, только для мужских персонажей. Автор еще показывал эскизы, то есть там различные вариации без плаща и с такой, знаете, как вампирский жетон, что ли. Классная броня. Мне нравится. Наверное, пожалуй, я ее оставлю. Не буду ходить в ней, конечно, но для игры в Скайрим действительно оставлю. И так тоже очень недурно смотрится. Что ж, дорогие друзья, давайте подведем итоги. Сегодня мы посмотрели расцвет городов Скайрима, посмотрели Амидиан Борн Скайфордж Армор Эд Вепон, глобальный ретекстур для всего оружия и всей брони ванильного Скайрима и, соответственно, броню Зловещего Соловья. Все ссылки будут в описании. Я уже давно не выпускал серии собственно, Скайрим Обзоры Модов. Ну, я думаю, вам тоже будет было это интересно. И оставляйте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Спасибо, что все еще остаетесь со мной. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok